Подсознание – мой друг. Подсознание – не мой враг. То есть это одна из установок, которая должна стать центральной. Помните в фильме «Аватар», когда он начал управлять вот этими ящерицами? Вот эта ящерица – это подсознание. Помните, как ему было это сложно? Но он осознавал, что это мой друг, и мне надо не то что оседлать, а научиться общаться с этим другом. Поэтому если подсознание поднимает какое-то воспоминание, оно не просто так это поднимает. Поэтому если вы говорите «не хочу, не хочу», вы его обратно заталкиваете. Условно говоря, вы закрываете рот подсознанием. А вы задаете себе вопрос, а зачем мне важно сейчас, какой знак мне дают подсознание, о чём сейчас подсознание мне хочет рассказать через эти воспоминания. Что оно? Потому что очень часто бывает, мы задаём вопросы, мозг всегда ищет ответ на те вопросы, например, «Как она могла так поступить?» Женщина, например, изменила мужа. И чем эмоциональнее вопрос, тем эмоциональнее мозг начинает искать. Он же говорит, он хочет получить ответ. Я помню в моем моменте был момент такой, здесь недалеко есть такая как дорога, и такая ямка, и опять дорога пошла. И на этой ямке, вот как только начинается первая скользянка, всегда аварий. Я как не еду в аварии, как не еду в аварии. Я помню один раз проезжаю, говорю, да в конце концов, ну сколько, ну такой простой вот этот спуск, ну сколько можно в аварию. И что вы думаете, через какое-то время, маленький промежуток, недели или две, я попадаю на том же месте в аварию и въезжаю, а там так вот эта такая ямочка и гараж. И я въезжаю прямо в гараж этому мужчине. Выхожу, так затылочу, чухаю, и у меня сразу возник. А, вот как оказывается можно здесь в аварию попасть. Ах, вот оно в чем дело. И я получила ответ, как можно теперь вот попадать вот на таком простом месте в аварию. И я сейчас очень внимательно слежу за вопросами, которые я задаю неосознанно. Там мужчина оделся в какие-то джинсы, вот вчера или позавчера иду, ай, ну там мотня висит. И только мой мозг пытается, как можно такое одевать, какой ужас. Потом я говорю, тебе действительно интересно на этот вопрос дать ответ? И сама себе же отвечаю, мне неинтересно. Поэтому вот то, что поднимается, это ответы на вопросы, которые вы задаете. Почему сейчас в тренде это быть осознанным? Почему сейчас время, вот как я, да, вопрос поднялся, и сразу же идет, а тебе действительно хочется на этот вопрос получать ответ? Мне не хочется. Там мужчина, сегодня работали женщины, и она мне говорит, у соседки болит голова. Вот прямо не понимаю, ну за что у нее такое, за что ее как Бог наказал? Я говорю, вы действительно хотите знать, за что ей это? Она, ну не, наверное, не хочу. То есть вот эти вопросы, которые мы задаем в неосознанном состоянии, за ними очень важно научиться следить, почему и важно быть в сообществе осознанных людей, которые будут вам подсвечивать. Отсвечивать.